Друзья, привет! С вами, как всегда, Джампу Макс, и это новая рубрика на моём канале под названием «Чё по голду?». В этой рубрике мы будем обозревать, а также оценивать игры, которые раздаются бесплатно каждом месяце за подписку Xbox Live Gold. Меня просто очень много просили об этом, поэтому встречайте. Данная рубрика будет выходить один раз в месяц, и будет выходить, как только будут известные игры по голду, поэтому всё для вас. Так, ну у нас всё готово, поэтому с вас лайкусик и погнали! На календаре уже декабрь, поэтому обладатели Xbox Live Gold должны будут получить порцию новых бесплатных игр. Но каких? Давайте смотреть! В этом месяце мы получим такие игры, как Insane Robots, Парк Юрского периода Эволюция, Стория игрушек 3 и Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. И давайте начнём по порядку. Insane Robots – это пошаговая стратегия с карточными боями. Вышла игра 10 июля 2018 года на все актуальные игровые платформы. Игровая механика игры и сама её суть очень проста. У вас есть колода карт и специальные ячейки для них. Ваша задача, конечно же, путём вашей мега продуманной стратегии победить вашего соперника. Ключевой фичей игры и отличительной особенностью от других подобных игр является возможность взламывать действия карты с соперников, меняя ситуацию на поле боя в свою сторону. В игре есть как одиночная игра, так и возможность поиграть с друзьями. Лично я не люблю такие игры и я просто ненавижу пошаговые карточные стратегии. Поэтому данная игра, к сожалению, проходит мимо меня. Следующая игра, которая будет доступна бесплатно, называется «Парк Юрского периода Эволюция». Если что, данная игра является симулятором строительства. Главный смысл игры заключается в постройке парков и развлечений на нескольких тропических островах. Самая главная фишка этой игры в том, что в этой игре, как ни странно, есть динозавры. Ведь это всё-таки парк Юрского периода. Помимо постройки самого парка, вам нужно будет выращивать и заботиться о динозаврах, строить вольеры, а также удовлетворять их потребности. Каждый из динозавров имеет свой характер и, насколько я знаю, динозавров тут достаточно, около 40 штук. Поэтому любителям понаблюдать за этими существами будет прикольно. К сожалению, данная игра тоже на любителей и её оценят лишь те, кто любит какие-то экономические стратегии или кто любит динозавров. А дальше у нас игра «История игрушек 3» по мотивам знаменитого диснеевского мультика. Игра вышла в 2010 году на игровые платформы седьмого поколения. Игра является песочницей сюжетной кампании, где вас ожидает очень много всякого разнообразия. От выполнения простых миссий «Принеси-подай» до «Покатушек на машине». Сюжет игры тесно связан с третьей частью мультфильма «История игрушек 3. Большой побег». Поэтому фанатам данной вселенной игра будет отличным пополнением коллекции игр. В игре много всяких мини-игр и по сути каждый может найти чем заняться. По сюжетной линии вы становитесь неким шерифом, который должен всем помогать, а также следить за порядком. У игры весьма красочные локации, а также много знакомых героев. Игра больше детская, поэтому если вы взрослый человек, то она вряд ли вам принесет какого-то мега удовольствия. Лично мы с братом покупали эту игру в 2010 году и на то время она показалась довольно-таки неплохой. Но, к сожалению, мы так и не поняли, как ее пройти, поскольку мы где-то там застряли и не поняли, где дальше сюжетная миссия. Ну и последней игрой, которая будет доступна в этом месяце, становится Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. Игра в жанре слэшер и является неким HD-переизданием известной серии в свое время. Игра вышла в 2010 году на игровые платформы седьмого поколения. По информации сети, в разработке участвовал тот самый Кодзима, которого кличили до выхода Death Stranding гением, а потом немного перестали. В игре довольно непростой сюжет и, насколько я знаю, он раскрывает то, что было между первой и второй частью. Фанатам серии в коллекцию зайдет, но большинству будет не очень понятно, что и где происходит. Смотря на список игр, которые мы получим в декабре, то можно сделать вывод, что игрухи не совсем топовые. И если сравнить с раздачей PlayStation Plus, то Gold, конечно, в этом месяце подкачал. Ну а раз Gold подкачал, то давайте дадим ему статус... ну такой себе. Не очень. К сожалению, в данном месяце раздали игры, которые честны любители. И, к сожалению, в этом месяце я не особо рад данной раздаче. А на этом у меня все. Если понравилась рубрика, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение в комментариях насчет этой рубрики. Может быть, что-нибудь добавить, может быть, придумать какие-то фишечки. Пишите в комментариях, обязательно все прочту. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!